Всем привет! С вами Диана Суворова и осенняя Кейт. Екатерина осенняя. Так будет правильно. Очень талантливый визажист, художник. В общем, мы не смогли не снять для вас второе видео, которое будет посвящено макияжу для корпоратива. Да, это будет новогодний макияж. Супер яркий, он будет в стиле... Он будет такой стиль, чтобы не слиться с елкой новогодней, а быть ярче. Очень советую подписаться на Инстаграм, потому что у Кати просто миллион, не знаю, интересных работ, вдохновляющих, невероятных, просто очень крутых. Не знаю, у тебя талант от Бога, честное слово. Возьми, вот ты меня так захвалила, мне прямо... Ну, у меня розовые щеки под тоналкой сейчас. Когда я вижу твои работы в ленте, просто, не знаю, рука сама тянется ставить миллион лайков, но жалко, можно поставить только один. Спасибо тебе огромное. Поэтому, честно говоря, я... Спасибо тебе. Я мечтала макияж от тебя. Я люблю, когда меня красят, поэтому сегодня я хочу, чтобы ты вообще не останавливала свою фантазию и сделала лучший макияж к Новому году. Я очень рада, что твои мечты сбываются и хочу, чтобы они сбывались в следующем году и вообще всегда все задуманные твои мечты. Вот так вот по щелчку. Спасибо. Мы, конечно же, всем тоже желаем классных новогодних корпоративов, классного Нового года. Вдохновение на макияж яркий. Это именно один из немногих праздников, когда можно выглядеть очень ярко, очень блестяще, смело. Вы можете наносить, что хотите на свои веки, блестящее, шиммерное, стразы. Сейчас очень модные, кстати, стразы в моду входят. Вот, камушки всевозможные. То есть это разгон для вашей фантазии. Будьте яркими. Ну, а мы немножко сегодня вас вдохновим нашим макияжем. Ну что, поехали? Поехали. Поехали. Для начала века мы покрываем консилером. Кисточка должна быть распушенная, такая специальная для консилера, чтобы очень быстро мы могли нанести его на века и растушевать. Кисть у меня от Huda Beauty. На одной стороне она плоская, что дает возможность нанести консилер как лопаточка, функция лопатки. А обратная сторона вот такая вот пушистая, очень приятная кисточка, которая очень хорошо тушует. Нанесла и растушевала. Наносится консилер на подвижные века и в складку верхнего века втушевываются легкими движениями. С самыми темными тенями от Huda Beauty мы заполняем складку верхнего века, наносим такими легкими тоже движениями. Я так люблю эту палетку. Я ее обожаю. Это самая, наверное, удачная ее палетка. Одна из. Да. Ну, за нее нюд классная. А это прям как будто маленькая ее версия. Да, да. Для тех, кто хочет себе маленькую нюд. Сегодня у тебя непростая задача, потому что века у меня суперновисшая. И справиться с таким веком сложно. На самом деле здесь нужно знать пару нюансов, чтобы исправить такой момент и подобрать правильный макияж. То есть понятно, что не все макияжи подойдут под такую форму, но есть такие удачные макияжи, которые очень хорошо исправляют. Вот сейчас мы как раз такой макияж и будем делать. Да, он как-то называется. Макияж для новейшего века, можно его назвать. Праздничный макияж для новейшего века. Вот так вот. Это значит два в одном. Да, да, совершенно верно. Не бойтесь тушевать прям к виску. Ваша задача растушевать границу темную. И таким светлым цветом вы не сможете сильно затемнить в этой зоне. Поэтому не бойтесь наносить сюда. Почему такие красивые тушевки вообще? Всего лишь один оттенок, одна кисть и очень красивая тушевка. Вот тушуем, тушуем, еще растушуем. Вообще просто мы уже, по-моему, минут 15 растушевываем. Да, да. Вот важно тушевать. Дальше я наношу карандаш на нижнее веко. Коричневый карандаш от Sephora. Как правильно говорить, Sephora или Sephora? Я говорю Sephora. У нас будет активное нижнее веко. Да. Класс. Мы его растушеваем кисточкой по нижней границе. И этот же карандаш можно наносить на слизистую веко. И межресничку. Я плотно наношу, прорабатываю межресничный ряд и свожу на нижнее веко. И теперь очень важно вот эту линию визуально продлить и приподнять глаз. Это такой трюх для нависшего века. То есть мы продлеваем эту линию визуально вверх. На прикрытом веке, глазки смотрят вниз, мы продолжаем эту линию. И соединяем с той точкой, которую мы только что нарисовали. И растушевываем. Дальше карандашиком этим же прохожусь в межресничке верхнего века. И чуть-чуть выше задаю такую стрелочку, подводочку. Обязательно все нужно растушевать. Что, мы переходим к блесточке? Да, мы переходим сейчас к слюде. Это очень мелкие блестки. Для этого мне нужно взять дюролайн. Я беру совсем такую маленькую капельку, можно две. И у меня сейчас будет дюролайн смешиваться с вот этими красивенными блесточками мелкими от Inglot. Давай я посмотрю, какой номер. 45. Очень красивый, как будто это, не знаю, золото, раскрошенное в мелкую пыльцу. И что мы будем делать? Мы сейчас будем творить волшебство. Такая химия у нас. Мы смешаем сейчас эти две текстуры и получим влажное нанесение красивого глиттера. И по центру века я наношу эту слюду. Остатками свожу к внутреннему веку и создаю переход. Обратной стороной кисточки ввожу в растушевочку. Что дает дюролайн? Он дает очень крепкую фиксацию. То есть эти блестки будут с влажным эффектом и очень крепко держатся. Диана, тебе нравится? Да. Я, кстати, сейчас очень счастливая. Диана, богиня корпоратива. Да. У нас окончание блесточек идет на две трети. Если разделить глаз, то две трети покрываются блестками. И треть века остается в темноте, в глубине. Следующим этапом мы наносим специальный клей для пигмента на центр века. Клей у меня от NYX Professional. Наношу на центр. Очень важно в этот момент не поднимать века, чтобы в складочке не забился клей. И беру свои фирменные блестки, пальчиком набираю блестки и наношу на центр века. О боже, что там вообще? Что это такое красивое? Боже. Это блестки, которые используются в нейл-дизайне. Они очень крупные и очень блестящие. Не такие, как блестки специальные для макияжа. Поэтому я их использую в качестве вот такого украшения на слой, который у нас есть. Вы видите разницу, да, с мелкими блестками и более крупными. Очень стойкая подводка от Huda Beauty рисую стрелочку на закрытых глазках. Вы можете это сделать так, как вы привычно рисуете себе стрелку. Моя задача пройтись вдоль ресниц, межресничку прорабатываю ей. И практически хвостик я не буду выводить этой кисточкой, я его буду сводить специальной кисточкой тоненькой для макияжа. Уже клеим ресницы, смотрите. Да, мы берем Кудо и ресницы от Huda Beauty. У нас сегодня все. Сегодня у нас Huda Beauty. Да. Любимый твой бренд. Да. Один из. Один из, да. Давай я сама. Держи. Да? Не доверяют. А чего? Я люблю клеить ресницы. Окей. Тем более вот эти вообще мы чуть-чуть подрезали. И они прям сами ложатся отлично. Вот то, что мы отрезали. Да, ну прилично отрезали. Они хорошо клеятся. Да, они очень качественные. Мне кажется, эти ресницы тебе очень идут. Они прям вот под тебя сделаны. И под этот макияж. Посмотри, ровно. Да, вот тут немножко подправлю. Да, мы контур губ слегка покрываем тоном. Основным тем, которым мы пользовались. Так как мы будем работать сейчас карандашом. Это сухая текстура. Нам нужно припудрить этот контур. Губки вместе просто расслабляем. Припудруем. Все одно вот здесь. Очищу. Когда у нас блестящий такой макияж, очень важно, чтобы основное лицо, щечки и зона под глазами была не блестящей. И теперь создаю контур. Я прорисовываю сначала уголочек верхней губы. Но он у меня будет не острый, а мягкий. То есть вот здесь вот линия очень мягкая должна быть. Дальше опускаю штрихи к уголкам губ. От уголков губ стремлюсь навстречу тем штришкам, которые были первые заложены. И по нижней губке точно так же. Очень важно, чтобы на нижней губе зона вот эта должна быть горизонтально прокрашена. То есть карандаш мы вот здесь рисуем горизонтально. Только потом поворачиваем в уголочек и соединяем штришком, который шел с уголочка. Прокрашиваем помадой. Это у нас Huda Beauty. Название у нее Girl Street. Мой просто невероятный макияж на корпоратив от Катерины Готов. По-моему, мы использовали не очень много продуктов. Их на самом деле так мало. Но эффект невероятный вообще. Такой красивый макияж. Моя мечта сбылась. Я получила от тебя макияж. Мне так нравится осуществлять твою мечту. Спасибо. Простую. Я сегодня точно умываться не буду. Что я буду сегодня делать, я не знаю. Но это просто безумно красивый макияж. Спасибо тебе большое. Обязательно заходите за вдохновением Кати на страничку. Подписывайтесь. Потому что вы получите просто море. Океан эмоций положительных и вдохновения. Это так важно. Да, приходите. Спасибо. Буду вас стараться тоже радовать. Если будете в Днепре, если вы живете в Днепре, новогодний макияж делать. Вот вы знаете теперь где. Да. Буду стараться сделать волшебство. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, Дианка. А мы всех поздравляем с наступающим Новым годом. Да. Всем счастья в Новом году. И исполнение ваших желаний. Да. Всем пока. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok